Как таковой уникальности нету, потому что мастерская, она и есть мастерская. Посуда выполнена в стиле черняховской культуры 3-5 века, которая отличалась изготовлением на круге, лощением, орнаментами. Окончательное решение заняться чистой глиной пришло после Херсонеса. В музее увидали кувшинчик небольшой, и экскурсовод объяснил, что этот кувшин делали на выпускном экзамене, чтобы быть мастером. Ну, возьми и скажи, что через месяц я такое сделаю. Пришлось соответствовать. Ну, и потом потихонечку, потихонечку, потихонечку и пошло. Эта посуда утилитарна. Очень хорошо в ней готовить. Ну, во-первых, вся посуда практически вылащивается, то есть заглаживается. Когда идет готовка, то, значит, посуда ставится в духовку, печку, микроволновку, кроме открытого огня. Потому что глина, она все-таки имеет свойство впитывать влагу. Вода, поступая на наружную стенку, испаряется, получается как бы паровая рубашка. Вот за счет этого идет в этой посуде томление. Посуда вообще должна быть красивая, чтобы человек не только мог из нее что-то готовить, кушать из нее, но чтобы он радовался, когда он ее в руки берет.